Смелость города берет и покоряет сердца режиссеров. Так говорит нам описание сегодняшней серии, предпоследней, сам не могу поверить, ссылка на плейлист, где целиком весь сезон, естественно, лежит в описании. И, знаешь, мне кажется, немного лукавит это описание снова, как и весь сезон. Города и сердце режиссеров в этой истории берет нифига не смелость. Здесь связи, морисюшность и наглость. Короче, отвратительный персонаж, конченая мразь, но у нас есть заглавная тема. Это хорошо. Какой же суперзлодей без заглавной темы, да? Вот даже на клавишах оно есть. Я тут взял, у меня на столе передо мной всегда стоят для работы. Вот так сегодня делать. Узнаем, это заглавная тема нашей героини. Да. Это небольшие клавиши, так что никакого такого супермощного звука, там, педалек и всего такого. Не-не-не-не-не-не-не. Надеюсь, вы узнали песню, и мы двигаемся в эту историю, в эту абсолютную мешанину. Я пытаюсь действовать как единственный адекватный человек, ну или как подействовал бы человек в ситуации нормальной, не тот, у которого внезапно все решения находятся. И все равно мы у пипец какого режиссера играли уборщицу, а потом нам сказали, что «Ах, ты пьяная на корпоративе спела песню, и теперь весь фильм будет переделан, и ты исполнишь там главную роль». Так что, ходите на корпоративы, ребята, напивайтесь и пойте. Видимо, такая мораль предыдущей серии. Не знаю, что нового мы узнаем сегодня. Весь сезон, опять же, мы просто узнавали, что, оказывается, можно угонять машины, нормально подставлять всех, разрушать судьбы, жизни, семьи, и вообще, всячески быть отвратительным человеком. Отличная мораль басни. Надеюсь, она умрет просто в конце. Это очень много объяснит. Я хотел бы видеть именно такой финал. Но посмотрим, каким он будет. Дэвид меняет свое мнение. Да, мы всего лишь спели. Вечеринка подходит к концу, а вы так и не поговорили с Дэвидом. А, Дэвид меняет мнение, это название сегодняшней главы. Точно, извините, разучился читать. Так вот, мы не поговорили с Дэвидом. Не знаю, как мы узнали, что он меняет мнение. Он загадочно улыбнулся просто в конце, но это может быть вообще что угодно. Он мог просто съесть что-то не то и пытаться не палиться. И такой, меня сейчас тошнит. Интересно, что означала его улыбка? Что угодно, мадам, что угодно. Или это была насмешка? Это скорее, кстати, да. Ах, шаурма. Рэй уже проголодался на утро. Сколько же ты выпил, дорогой? Господи, почему он вам нравится, я не понимаю. Только из-за внешки он появился буквально в прошлой серии. Ничего не сделал. Разочаровался в нас. И все такие, ах, Рэй, мой фаворит. Откуда ты вообще вылез? А, спрашиваем мы его. Ведь это не Торино. Возвращайся к нам. В смысле, в фильм? А ты давно решаешь, что там в фильме вообще происходит? Ты актер, ты исполняешь роль, которую тебе написали. Вы оглянулись и поняли, что гости расходятся. Просто они очень много съели. И они расходятся, знаешь, такие. Жирнее на глазах. Как в каком-нибудь фантастическом фильме. Откуда ты из 90-х. Где диалоги какие-нибудь? Пожалуйста, нам просто комнату пока показывают. Видимо, так мы можем навредить меньшему количеству людей. Потому что я понял нашу миссию. Мы не пытаемся стать лучшей актрисой. Мы действительно пытаемся уничтожить как можно меньше на своем пути. Торино нигде не видно. Эх, некому сегодня помешать. А где Дэвид? Спрашиваем мы, чтобы еще хуже сделать его жизнь. Только что вышел. Пойдем полюбуемся на рассвет. Отвали. Ты что выбрать? Насладиться своей романтикой? Зачем? Какой романтикой? Господи, боже мой. Это конец корпоратива. Утро. Она расстроена, потому что не пила. И такая просто пела весь день. Shine Bright like a diamond. Она просто в углу стояла. Помнишь, как? Она не знает строчек песни других. Поэтому просто весь корпоратив там простояла такая. Shine Bright like a diamond. Все такие. Просто обходим ее. Просто обходим. Если ее не тронуть, она не будет атаковать. Догнать Дэвида и спросить о съемках. Давайте спросим о съемках. Это куда интереснее. Я лучше догоню Дэвида. Внезапно пистолет показывается. Так. Дамочка, держи себя в руках. А вы торопливо вышли в колидор. Ладно, шучу. Коридор, конечно. Где же он? Так ты же в нем стоишь. Ты в коридоре. Вдалеке слышатся голоса. Я его догоню. О нет, голоса в голове подключились. Она уже слышит голоса. Скоро мы начнем убивать. Вы бежите по коридору и натыкаетесь на двух девушек. Ух ты. О, шаурма. Это Джессика. Она исполняет главную роль в этом фильме. Ну, привет, говорит Кристи. Девчонки, вы Тарина не видели? Погоди. Если мы, спев песню, стали главной актрисой. Не спрашивайте, так было написано. Если мы займем место, то мы еще одному человеку жизнь разрушим. Ведь это актриса, которая наверняка положила не один год, может, не один десяток лет, чтобы сниматься у главного режиссера современности. Но мы спели на корпоративе. Наверное, еще что-то сделали, о чем игра не рассказывает. Но некоторые просили поменьше пошлых шуток. Вот здесь я пошло не пошутил. Так что, видите, я держу себя в руках. А хотелось бы шаурму, конечно. Все, я не буду себя держать. Девчонки, вы Тарина не видели? Нет. А зачем он тебе нужен? Ладно, нет. Или все-таки держать? Я прямо не знаю. Да так, спросить кое о чем. Он не очень-то разговорчив. Он просто ловит вьетнамские флэшбэки. Как мы стоим в углу и в стену кричим. Shine bright like a diamond. И просто, знаешь, это потрясение. Подобное тому, как если бы его семью переехал танк. И он просто не очень разговорчивый. Ходит с взглядом на тысячу ярдов. Или как эта штука называется. Кристи тоже не очень довольна. Вы прошлись по коридору туда-сюда. Причем вот здесь, знаешь. Не вдоль коридора, а поперек. Очень короткий коридор, подумали мы. Но режиссера не видать. Да, странно. Может он в той стороне. Джесс, будь другом. Если увидишь его, скажи мне. Окей. Ну ладно. Вы возвращаетесь на крышу. Ну, хоть где-то у нее есть крыша. Потому что родная, очевидно, давным-давно куда-то уехала. Ну, как тебе вечеринка, говорит старый извращенец, который очень хочет видеть нас в главной роли в этом фильме. Супер. Я впервые отмечаю Рождество на крыше. Это вообще первый раз, когда я хоть как-то связан со здоровой крышей. Рад, что тебе понравилось. Ты тоже кое-кому приклянулась. Опять? Опять? Ну почему на нее сыпятся красавчики? То есть, окей, один из них Арсен Джино. Но все остальные, ну, более-менее норм. Там Томас вроде ничего плохого не сделал. Майк, окей, ужасный владелец собак, который одну пустил, другую нам спихнул. И, кстати, наша собака не ест, не ходит в туалет. Она просто как-то существует. Я не знаю, кто ее кормит. И на самом деле у меня есть одна небольшая теория. Я надеюсь, не забуду поделиться ей к концу выпуска. Если забуду, обязательно будет в телеге. Ссылка на телегу есть в описании. Или вот QR-код сейчас здесь появился. Там много всего другого интересного. Но я надеюсь, что я все-таки не забуду. Патрик. Типа просто про звезду из Спанч Боба. Нет. Я думаю, это Рейх. Конечно. Конечно. Ведь он с утра зачем-то предлагал нам пойти посмотреть на рассвет. Хотя он может быть грязный извращенец. Он увидел, что мы начинающая актриса. И нами можно воспользоваться. Потому что, очевидно, мы вряд ли интересуем его как какой-то равный партнер. Потому что что такого мы можем ему дать? Что такого мы вообще можем кому-либо дать? Кроме как дать? Эрик. Я говорю о Дэвиде Торино. Ууууу. Да-да. Не удивляйся. Я с ним говорил. И, кстати. Ты будешь сниматься в городе грез. Спасибо, старый хрыж. Я уже снимаюсь в городе слез. Да. Она пришла. И теперь это город слез. Потому что мы неделю не появлялись. Хочу напомнить. И так выиграли себе главную роль. Офигенно. То есть, вот чему учит нас игра. Вас переполняют эмоции. Как ответить Альберту? Сдержанно поблагодарить? Или обнять и горячо поблагодарить? Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Пожалуйста, пожалуйста. Мы пытаемся избежать романтических веток. Особенно, ну знаешь, не спать с директором студии. Поэтому сдержанно поблагодарим. Хотя большое спасибо за бесконечные алмазы и роки. Ссылка в описании. Но в этот раз я ими не воспользуюсь. Спасибо. Ерунда. Тем более, если ерунда, зачем ему так сразу отдаваться? Ему понравилось твое вступление. Вы про пение? Ага. Такой взрыв эмоций. Ведь неважно, попадаешь ты в нот или нет. Главное, как ты дрыгаешься в этот момент. Хм. Тогда, пожалуй, пойду. Да. Выспись перед съемками. И почитай сценарий. Хотя бы раз в своей жизни. Это предпоследняя серия сезона. Ни разу мы не читали сценарий. Мы просто везде приходим и такие. Я актриса. Здравствуйте. И все происходит само собой. Вы вызываете такси и спускаетесь на улицу. Так, телефон нам отдали. Хотя большое спасибо за внимательный комментарий, когда мы вызывали такси в тот момент, когда у нас не было телефона. Но это одна из тонны дыр, которых мы освещаем в этом сценарии. Мы не цепляемся к нему как сценаристы. Мы тут наслаждаемся легкими смешными историями. Тоже можно наслаждаться и нужно. Да, если что, если вот вы советуете истории, которые такие серьезные, глубокие, с погружением. Я не буду разгонять эту тему. Мы тут разделимся на два лагеря. Но я хочу сказать, что я не буду их проходить. Потому что, ну, типа, нам не очень нужно, чтобы было уныло. Мне хотелось бы отскакивать от очень интересной, забавной, задорной истории, как эта. Или, например, Королева за 30 дней. Опять же, первые две серии есть в описании. И весь сезон есть на бусте и спонсорке. Помимо тысяч часов контента, ну, я не буду на это отвлекаться. А еще личных встреч, раннего доступа, имени в титрах, закрытого чата и так далее. Встреч на настолке. Значит, это все-таки была улыбка. Интересно, что Дэвида так зацепило? Размышления прервал, звук мотора. Это ваше такси. Что там за такси, если там звук мотора? Там Доминик Торетто, что ли, на своем черном чарджере приехал? Такой. Анки диганки сой. Он бандольера дан девой. Нет? Скоро вы уже были дома. Ну, если скоро, то это точно был Доминик Торетто. Тебе не нужно такси, если у тебя есть семья. Съемки через несколько часов. Неплохо бы поспать. Нет. Сценарий. Хоть раз вспомни про сценарий. Но я лучше почитаю сценарий. Аллилуйя. Это произошло на предпоследней серии. Шаурма начинает читать сценарий. Наконец-то. Наконец-то. Ну, главная роль. Уже все-таки пора. Мне выпал второй шанс. Да не просри его, пожалуйста. И на этот раз я не облажаюсь. На этом мы посмотрим. Ну, ладно. Вы налили себе большую чашку кофе. И принялись до чтения. Собаке мы, конечно, ничего не наливали. И не насыпали. И в туалет ее не водили. Она сама существует. Автономная собака такая. Которая не нужно есть. Первые где-то 10 дней. А потом собаки нет. Что-то она лежит. Не дергается даже. Ну, ладно. Это ерунда. Но веселая ночь не прошла даром. Через 15 минут вы уснули прямо за столом. Актриса. Просто эйлист селебрити. И открыли глаза, когда за окном уже вовсю светило солнце. О, нет. Сколько же я спала? Вы со страхом посмотрели на часы. Вот так. А там съемки еще не начались. Успеваю. Ааа. И мы просто бежим. Вы быстро собираетесь. И бежим быстрее, чем такси. И уходите даже не переодевшись. Ха-ха. История. Я тебя подловлю. Я сейчас переоденусь. Ха-ха-ха. Нет, нет, нет. Какой черный экран. Я хотел переодеться. Ну, ладно. Вот мы на лавочке. Съемки проходят на улице. Отвратительная идея. Отвратительная. Я не очень люблю естественный свет. Ну, не в жизни, а во время съемки. Он не контролируется. То тучка вышла, то там ветер подул какой-то. Или что. Нет. Легче выставить все по вильоне. Сделать все по красоте. Контролировать каждый шаг. Где-то на охране Голливуда. Ага. Не переоделись мы. Ты мне игра еще поуказывай. Что мне делать? Я вот сейчас возьму. И вообще. Кстати, блин. Тут короткие волосы. Так здорово сделаны. Знаешь что? Давай. Подожди. Вот это Ева Мендес. Она была в каком виде? Она была латиной. Правильно? И подожди. То есть восточный тип и романтичный макияж. А все остальные без макияжа? Ладно. Подойдет. Она была, кажется, такой. И длинного волоса. И да. Вы рассказываете, что некоторые личности здесь срисованы с настоящих. Здесь все срисованы с настоящих. Даже оператор из сериала Lost. У нас Тарина. Очевидно. Тарантино. У нас этот парень, который Рэй. Вот. Он же Райан Гуслин. Тот, который Бин. Которая Бин. Это Нуки. Так что давай вот так. Сапфиры в золото. Нет. Без украшений. Мы и есть украшения. Вот такой странный комбинезон из латекса. Это офигенно. Привет. Нет. Я не угадал. Ну ладно. Рава-то что-то снова с нами. И я. А ты что здесь делаешь? Сегодня мы снимаем сцену без тебя. Но директор сказал, что вы... Что я буду играть. Да. Но не сегодня. Но я уже приехала. И Тарина такой. А, ну раз она приехала. Ребят, вы слышали? Она приехала. Мы все переделаем. Простите нас, госпожа. Тарина, не будь таким. Оставайся единственным адекватным. Не мои проблемы. Да. Получай. Бетч. И Дэвид вернулся на площадку. Отлично. Не обращай внимания. Он сегодня не в себе. Ха. Он сегодня будет в тебе. То есть, как и всегда. Хм. Что будешь делать? Поеду домой. Останусь и посмотрю. Нет. Знаешь что? Вообще лучше с точки зрения карьеры остаться и посмотреть. Но очень хочется спать. Поэтому... И слушай. Здесь ни на что вообще не влияет мой выбор. Я просто думал хотя бы из реалий вырваться в видеоигру. Где выборы будут иметь значение. Оказалось, что ничего не поменялось. Поэтому даже не зная на то, что я поеду домой. Меня скорее всего вызовут или что-то типа того. Получу свои слова. И высплюсь. Я тебе даже завидую. А что, махнемся? Махнемся? У меня впереди целый съемочный день. Ах ты, бедяшка. За такие миллионы приходится работать. Представляете вы? А он уже недоволен. Вы желаете девушке всего хорошего. И идете к остановке. Моя остановочка. Что-то дальше происходит? А, и зачем я сюда приперлась? Ну, ты просто не знала расписание. Это нормально, когда ты такой непрофессионал. Спала бы себе и спа... Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Блин, шутки шутками, но я в прошлом году в Болгарии зашел на каменный берег, который кишит змеями. Опять же, показывал себя в тереге. И это не очень забавно на самом деле, потому что это были одни из самых ядовитых змей. И как бы шутки шутками, а потом ты стоишь перед змеей и такой, что ж, теперь это не очень весело. Посмотрим, чем это закончится. Спойлер, на всякий случай, можете не переживать, я выжил. Ну, вдруг кто не догадался. Ты опять путает Дэвид нас со змеей. Просто увидел такой, ты там, змея. О боже, мы хоть что-нибудь сегодня снимем. Простите, но я туда не пойду, видишь. Вообще не влияет, что я там выберу, не важно. У игры есть свой железный просто сценарий, который вот по рельсам нас ведет. Поэтому, извините, деточки, выборы это не здесь. Тогда сядь и не мешай. Режиссер махнул оператору. О, поверьте мне, я не буду мешать. Садится, цепляет камеру. Камера падает, разбивается оборудование. Цепляет еще кучу оборудования. Там внезапно кто-то свечки разжег. Его толкают, он их роняет. Все на костюмы. Костюмы загораются. Машина рядом, которая проезжает, тоже проезжает. Захватывает за собой немного пламени. И у нас настоящее вакханалие. Пожар на съемочной студии. Люди бегают. Все оборудование побито. Костюмы сожжены. Полный ужас. И мы такие, я пыталась не мешать. Я примерно так вижу нашу шоурму на самом деле. Камера. Мотор. И мы не играем. Мы тут, видимо, ничего не делаем. Нам сказали не мешать. И зачем-то показывают сцену. Ладно, я просто буду читать, видимо. Мюзикл «Город слез». Теперь это. Мия и Себастьян гуляют. Они недавно познакомились. Влюбленных сюда тянет, как магнитом. Странно, почему? Да? Вид совершенно обычный. Все решено, значит, вы не влюблены. И я к тебе ничего не чувствую. Что? Что это за такое? Джессика на секунду запнулась, вспоминая слова. Стоп! Вау! Чего? Джесс, ну что опять? Простите. Почему ты застыла? Ты должна была вспыхнуть. Вместе с тем грузовиком, который уже горит. Она молчит. Что такое? Давайте сначала. Что происходит? Она здесь явно не случайно оказалась. Она явно актриса высшего уровня. Здесь собраны профессионалы. Но нет, шоурма появляется. И внезапно жизни людей вокруг начинают рушиться. Моя теория состоит вот в чем. Смотрите. Это человек. И мы не знаем, где его друзья. Где его семья? Где его прошлое? Откуда она приехала? Она просто появилась здесь. Она появилась здесь, как злой демон. Она уничтожает жизнь людей, с которыми связаны. Именно поэтому ее демоническая собака не должна ни есть, ни спать, ни даже ходить в туалет. Она призвана, чтобы все, кто в Голливуде делал хоть что-то плохое. Рэй наверняка какой-нибудь извращенец, который пишет малолеткам. Тарина у нас наркоман, и это мы знаем. Хотя я адекватный, но все-таки есть такой грешок за ним. И в целом все здесь не без греха. И мы приехали, чтобы уничтожить их жизни, как расплату за все то, что они наделали. Поэтому все происходит так, как происходит. Я вижу это именно так. Мы действительно не знаем, откуда она, зачем она. Она, понимаешь, она приехала в Голливуд, в место, где знаменитости, которых знает весь мир. Здесь самые знаменитые люди на свете живут. Она никого из них не знает. Она не знакома с земным миром. Она не знакома с Голливудом, и она не знает, как здесь все работает. Она не умеет общаться. Она вообще никак не связана с социумом. Она просто материализовалась в автобусе. Все. Это демон. Буквально демон из ада. Так что, мюзикл «Город грез». Себастьян говорит, что равнодушен к Мии. Девушке обидно. Любленок кто-то тянет, как магнитом. Странно. Почему? Да, вид совершенно обычный. И я к тебе ничего не чувствую. Мия опять молд... Что? Девушка снова запнулась. Я вам говорю, в это время мы, которое не мешает. Просто сидим рядом с закатными глазами. И такие. Потому что мы хоть как-то должны влиять на это все. Кажется, сегодня лажаю не я. Помочь Джессике или ничего не делать. Слушай, мы же демон, правильно? С другой стороны, нет. Мы тот демон, который помогает, но в обратную сторону. Вспомните, как мы помогли сенсации не случиться. И просто рассказали всю подноготную Тарина. Без каких-либо доказательств на самом деле. Просто рассказали и все. Это никак нельзя было подтвердить или типа того. Это в целом еще одна желтушная статья, которая ни на что бы не влияла. Не понимаю, почему такой переполох. Ну ладно, давайте поможем. Или нет, или... Ладно, я не знаю, что делать. Я просто не знаю. Я хочу отыграть демона. И хочу ничего не делать. Но я хочу ей помочь так, что... Я ведь знаю, что мы займем главную роль. Я хочу знать, как именно мы уничтожим ее перспективы на главную роль. Поэтому спасибо большое за бесконечные алмазы. Джессика будет вам благодарна. Это ненадолго я займу твое место, тварь. Вы привлекаете внимание актрисы и начинаете шептать. Это сатанинский обряд. И она такая... Тут начинает разгораться пламя. Покажи ему, что ты обижена. Она вас не слышит. Обижена. Девушка, кажется, поняла. Вау, замарашка из ниоткуда учит голливудскую актрису, как играть. А то она не должна знать, что надо показать, что она обижена. У нее был сценарий для этого. Ну ладно. Хорошо, что мы не влюблены друг в друга. Звучит обидно. Дэвид взрывается. Просто как в «Пацанах». Забой сериал. Нет! Джесс, ну разве так обижаются? Чего ты пристал? Еще раз! О, боже мой. Ну, естественно, мы придем и сыграем лучше, чем какая-то голливудская актриса. Мюзикл «Город грез» Мия обижена Себастьяна. Мия, ты мне совсем не нравишься. Что подсказать? Соблазни ему. Рассмейся ему. Соблазни. Мы будем такой, сукуб. Джесс, танцуй! И снимай трусы. Сведи его с ума. Ммм, да. Джессика услышала ваш совет и начала двигаться. Классно. Тебе наверняка скажут спасибо за то, что во время съемки где-то издалека голос такой. Джесс, танцуй! Прямо в фильме, пожалуйста. Офигенно. Именно так снимают кино. Сначала танец выглядит скованным, но постепенно девушка начинает раскрепощаться. Это наша сугубья натура. Сукубья. Начинает, ну, знаешь, добавлять ей пошлости. Мы за ниточки дергаем ее душу и она начинает срывать с себя одежду, раскрепощаться. Дэвид такой, стоп! Пока что мы снимаем не порно. Так что... А, нет, уже лучше. Чего? Куда идет эта история? Ладно. Все молчат. Всем неловко. Запомню, что ты сейчас делала и никогда так не делай. А, продолжим после перерыва. Какой перерыв? У нас только начало получаться. Так не работают. Ладно. Дэвид отошел. Спасибо, Шаурма. Ты меня спасла. Ну, нет. Сцена-то еще не снята. Буквально ничего не произошло. Ирунда. Ты сама бы справилась. Да. Конечно. Видим мы, как она справляется. Наступает перерыв и вся команда выдыхает. Однако после Дэвид продолжает мучить Джессику. Вот с чего он к Джессике прикопался? Он ее выбрал как главную, просто героиню. Господи, боже мой. Я уверен, что игра это объяснит, как типа Торино передумал и так он решил выжить Джессику из этого фильма. Но это же просто чушь собачья. Ну ладно. К вечеру все вымотаны и злы. Но режиссер продолжает гнуть свою линию. Джесс, давай еще раз. Ты двигалась недостаточно страстно. А вас не смущает, что там на фоне солнце село? Может, сцена немного изменилась? Зато они, знаешь, днем шли и только вечером дошли. Куда вы шли? В Аризону? Ладно. Двигалась недостаточно страстно. Недостаточно страстно. Недостаточно эмоционально. Я больше не могу. Вам все не нравится. Джессика разрыдалась. Еще нервных срывов мне не хватало. Так много треточек в этой главе. Я не представляю, когда так было еще. Ладно. Передохни пока. И зарезает ее. И такой, ну что ж, раз роль освободилась. Злобный демон. Иди сюда. Будешь играть вместо нее. Ты же можешь принять любой облик. Кстати, это все объясняет. Вот почему мы можем менять свой облик. Мы злобный демон из ада. Все встало на свои места. Из-за камеры выглянул оператор. Он слегка озабочен. Я знал. Я знал. Мы пришли на съемочную площадку. Нужно было дождаться режиссера. А он вместо этого влез и такой, давай, покажи мне, на что ты спрашиваешь. Особенно. Давай. Он не слегка обозабочен. Сэр, не хочу нагнетать, но сейчас такое освещение. Лучше посмотрите сами. Дэвид подходит к камере и заглядывает в объектив. Твоюж. И там Годзилла на фоне. Ну ладно. Что там? А я что говорю? Надо снимать. Очень красивый свет. Надо же. Всего лишь какая-то голливудская команда и не рассчитала, когда они будут снимать. Такие. А давайте импровизировать. Ну, сцена, например, будет днем. А другая, ну, как попало. Что за фильм они снимают? Дэвид задумался, оглядывая съемочную группу. Вся съемочная группа такая. Это плохая идея. Эта сцена происходит днем. Сцена происходит днем. Какая разница, насколько это красиво? У нас есть логика внутри фильма. У нас есть таймлайн внутри повествования. Мы не можем его нарушать просто потому, что уборщице нужно сняться в красивом фильме. Ну, ладно. Эта игра не так работает. Джессика пока не может. И тут его взгляд падает на вас. И он начинает вспоминать. Шаурма, давай ты. Как мы там когда-то давно на корпоративе. Шаурма, давай как даймонд и... Ага, качай. Ладно. Такс. Что, простите? Давай говорю на площадку. Заменишь Джессику? Опять троеточие. Хватит троеточих. Напишите текст. Опять троеточие. Да хватит. Я вас умоляю. Ну, спасибо хоть, что ты без троеточих. Да. И пример желтое платье. Ты решил раздеть Еву Мендес? Я так тебя понимаю. Вам неловко, но спорить с Тариной не хочется. Ох, я даже не знаю, попробовать ли здесь главную роль. А то, что отснят материал был до этого, вообще никого не волнует. Типа все вот эти сотни тысяч или миллионы уже. Ну, продакшн стоит денег. Они просто уходят в никуда, потому что оператор, который внезапно оказывается влиятельен ровно так же, как владелец всей этой студии, говорит режиссеру, что свет красивый снимать будем сейчас. Актрису главную заменить. Эрик, ты точно просто оператор? Брось. Оно шито для тебя, говорим мы в ответ на тебе идет. А это так. Ради репетиции. Разрыдался. А, раздался крик Дэвида. А-а-а-а. Это хищный крик Дэвида. И вы поспешили на площадку. Я готова. Знаешь, что делать? И начинает раздеваться. Не-не-не, это другой жанр, это другой жанр. Вроде бы. И дальше раздеваемся. Тогда поехали. Мотор. И в кадр кидают мотор. Мюзикл «Город слез». Вы играете за Мию. Вам надо поставить на место Себастьяна. Такой романтичный вечер. Жаль, что я в тебя не влюблен. Какое совпадение. И я. Правда? Правда. Совсем ничего не чувствую. Да. Полное равнодушие. Такая неловкая сцена. Просто. И даже если я станцую на краю пропасти. Ха-ха. Смотри. Наблюдай. Мы начинаем танцевать стриптиз просто перед всем городом на краю. Вы вскакиваете на ограждение над самым обрывом. Нам не страшно. Мы не боимся смерти. Мы суккуб. Мы демон. Балансируете на тонкой перекладине. Слезай оттуда. Но вы продолжаете танцевать. И с каждой минутой ваши движения все уверены. На следующий день. Уборщица погибла на съемках фильма «Город грез». Никто не знал, откуда она взялась и почему получила главную роль. Прощание состоится никогда. Никому не было до нее дела. Ну ладно. Окей. Но вот вы отступились. Пошатнулись. И начали падать. Давай, взлетай. Маши своими крыльями. У него наверняка есть. В аду раздают. Я слышал. А-а-а. Держись. Это мы как чайка такие. А-а-а. Держись. Парень подскакивает. И в последний миг хватает вас за талию. Уф. Это мы оценили его подкат. Он нас хватает. И мы такие. Уф. Найс. Чел. Помацай. С утра. Ой. С ума сошла. Ты же могла погибнуть. Я бессмертное существо из ада. Тебе же все равно. А-а-а. Не вздумай так больше делать. Он берет вас на руки и несет подальше от пропасти. И тут звучит голос режиссера. Стоп. Снято. Этого не было сценария. Молодец Шурма. Какой молодец. Как это в фильме будет. О боже мой. Вы. Ну я. Пожалуйста. Просто скажите мне что вы знаете. Что фильмы снимаются не так. Пожалуйста. Я. Ну. Это конечно весело и все такое. Но просто на всякий случай. Вот так серьезно. Без образов. Закрепим. Что. Это не то как работает Голливуд. И вообще. Кинопроизводство. Вам понравилось? Это было то что нужно. Нет. Этого не было сценария. Да. И это было очень неожиданно. Это последнее чего хочется во время съемок. Чтобы были неожиданные моменты. Вам нужно пройтись по сценарию в оговоренных сроках, сценах и локациях. По оговоренным заранее диалогам. Так получается кино. Вместо этого у вас другое время. Другие герои. Другие реплики. Я импровизировала. А то мы не поняли. Этого точно не было в сценарии. А потом актриса, балансируя на краю пропасти, почти умирает. Кто придет на кастинг? Актер, кстати, должен успеть ее поймать. Снимаем без страховки. Она может умереть. Никого? Актрисы? Никто? Шикарная же роль. Почему? На улице совсем стемнело. И Дэвид объявил о конце рабочего дня. Денечек сегодня не из легких. Говорит Эрик. Как насчет того, чтобы пропустить по пиву? Ну что ж, убедил, пропускаю. Вали отсюда. Я домой. И я. Надо отоспаться. Ну а ты шаурма. Эрик, тебе мало вчерашнего? Ну я это, чисто ради беседы. Он алкоголик. Нет, спасибо. Вот алкоголика в одиночку оставлять. Самое то. У нас больше не будет оператора. Мне еще собаку забирать. Вы не видели Лаки уже больше недели? Он просто умер где-то. Мы же за ним вообще никак не ухаживаем, не заботимся. Я знаю, что мы отдали дрессировщице. Ребят, успокойтесь. Это юмор. Все нормально. Я знаю, где собака. Я знаю, откуда она взялась. Я слежу за историей. Я просто шучу походу. Пожалуйста. И ужасно. По нему соскучились. Поэтому, вернувшись в город, первым делом направились к Алекс. Что она сделала с нашей собакой? Она на день, по идее, забрала. Нет? Ну ладно. Пустовато здесь. Надеюсь, я не опоздала. Вы не видите своих. Что делать? Позвать Лаки и Алекс? Молча искать Лаки и Алекс. Давай. Слушай. По идее, можно позвать. Но это будет очень странно. Потому что у нас вообще была договоренность о встрече. Или мы просто приехали в случайный парк и такие. Лаки. Алекс. Ну ладно. Давай позовем. Это самое логичное. Алекс. Лаки. Черт, не в том порядке разместил. Ну ладно. Где ты, мальчик? Алекс не мальчик, это девочка. Ну ладно, окей. Кто и такой, чтобы пытаться определить гендер? Как оно себя называет? Это не наше дело. Тишина. Вы снова позвали. Алекс. Вы здесь? Лаки. Вдруг послышался шелест. Это крокодил. Нет, это маньяк. Ладно. Вы повернулись ровно в тот момент, когда из-за кустов выбернул пёс. Ха, ты, псина сатулая. Аф, аф, аф. Привет, малыш. Раф. Бедный пёс 9 серий пытается заказать Раф. Никто его не слышит. Я думаю, это главная интрига всего сезона. И если в этом сезоне не получится Раф себе заполучить бедной собачке, то уж всего прохождения точно. Получит ли собака желанный кофе? Ладно. Лаки сейчас уже маля на коленях. Настоящая собака стоит на коленях. И руки вот так складывает. У неё выросли руки. Потому что вы не забывайте, что это демон из ада. У него вырастают руки. Он просто маля говорит Раф. Раф. Он хочет не спать. Радости Лаки нет границ. Он думает, что сейчас будет кофе. Он встал лапами вам на грудь и лежит лицо. У него руки. Не забывайте. Он просто на грудь такой. Ха, ха, ха. И лежит лицо. Такой. Сейчас перейдём дальше. Он по тебе скучал. Ты научила его лизать? Большое спасибо. У меня как раз нету спутника пока. Раф умоляет собака. Пожалуйста. Раф. И я. Я тоже очень соскучилась. Хочешь посмотреть, чему мы научились? О, показывайте все позиции. Жду не дождусь. Скажи. Он может идти по следу. Нет. Он может смешно танцевать. То, что нас волнует. Да, смешно танцевать. Ну, знаешь, как животные в фильмах. Как ты и просила, я обучила его командам. Это результат выбора предыдущей главы. Собака начинает страдать. Потому что кофе в этой серии, кажется, тоже нам не светит. Да, малыш? О тебе говорим. Он может сидеть. Лежать. Лаять. Приносить вещи. Человеческим голосом начинает Лаки разрываться. Думая, что ты реально ожидаешь, что я буду делать это для тебя? Она меня палкой била по хребту нещадно. Я делал это, чтобы не получить по башке. С тобой лаять. Сидеть. Господи, я демон из ада. Я понимаю только язык насилия. Не жди от меня выполнения команд. Все, что нужно, это сказать слово. Да, да. Круто. Еще хорошая новость. Ты можешь брать Лаки с собой везде. Я и так до этого брала его на съемки. Так что не то, чтобы что-то изменилось. Аф. Он стал отличным компаньоном. Мы прокачали собаку. Класс. Апгрейд произошел удачно. Спасибо, Алекс. Что бы я без тебя делала? Мучилась бы с непослушным псом. Говорит душный Алекс. Я не так буквально спрашивал. Женщина, успокойся. Девушка потребала собаку за ухом. Она как бы напомнила ему о насилии. Взяла за уху, такая подергала. И помня, что это ухо принадлежит мне. Как только ты ее ослушаешься. И если я узнаю, как именно ты ее ослушаешься, я приеду и отрежу тебе его. Поэтому, пожалуйста, веди себя хорошо, Лаки. Все. Лаки зевнул. Я привык к насилию за эту неделю. Ты думала меня как-то растрепать. А нам все равно, говорит. Ау. Было прямо. Устал, малыш? Ха-ха-ха-ха-ха. Я надрессированный демон из ада, говорит Лаки. И я никогда не устаю. Я просто устал от насилия. Но не физически. Знаешь, я его понимаю. Говорим мы тоже уставшие от насилия. Но мы устали от насилия, потому что мы устали причинять насилие остальным героям этого прекрасного приключения. Трудный день? Да. У других. Ого. Сейчас бы телепорт до кровати. О, а может ко мне? То есть, извини, такого нет. Но мы можем лечь здесь, нет? Но вы еще можете успеть на последний автобус. Ко мне. Пожелав друг другу счастливого Рождества и спокойной ночи, вы расходитесь по домам. Блин. Ну ладно. У нас хотя бы есть Лаки. Его научили лизать. Это хорошо. Как же я устала. Лаки, иди сюда. Приму душ и спать. Приму душ, Лаки и спать. А ну-ну-ну-ну-ну. Вы идете в ванную, и теплая вода смывает с вас прошедший день. Так хорошо снять с себя все эти побрякушки. Ха-ха-ха. А, не могу переодеться. Черт. Ну ладно. Я даже немного взбодрилась. Самое время ночи. Такая классика. Малыш, давай проверим, что ты умеешь. Если что, я это ночью снимаю, потому что я вот, короче, пост в телеге. Я там расписываю. Опять же, ссылка на телегу есть в описании. Я пишу там юмористические штуки, информационные штуки. Ну и в целом, держу вас в курсе. Всякого разного очень сильно советую. Вам понравится. Я просто уверен. Так что, малыш, давай проверим, что ты умеешь. О, она сходила в душ. Вспомнила, что Лаки может лизать. И такая, давай проверим, что ты умеешь. И Лаки такой, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты думал, а я тебе? Да? Иди к Джину Арсену. К Арсену Джина. Я потеряла застежку от чокера. А, ты хочешь, чтобы собака тебя придушила? Ладно. Найдешь? Сломанный чокер. Ваше внимание привлекло. А-ха-ха-ха-ха. Она же здесь, говорит собака. Ты такая тупая, господи. Чего тебя учат вообще в этом вашем Голливуде? Вы дали псу понюхать украшение. Ну, украшение женщины. Вы просто такие. На, нюхай. Ладно. Лаки припал к нему носом. И подумал, господи, у меня так давно не было женщины. Может, так близко? Я могу. Я могу, наверное. И взялся за дело. Он такой, ну что ж. Он ищет усердно исследуя каждый уголок. И... Что? Что? Покажите мне оргазм. Пожалуйста. Если все это было зря, время тянется. Но, видимо, он не очень хорошо все это делает. И вам уже кажется, что ничего не выйдет. Блин. Ладно. Возможно, реально стоит найти парня. Потому что собака, кажется, не справляется. Но тут Лаки тягнул и заскреб лапами на полу кровати. А. Подожди. Почему лизала собака и кончила она? В смысле? Аф-аф, говорит Лаки. Что там? Угадай. Ты что-то нашел? Ты просила его искать? Ха-ха-ха-ха-ха. Ты тупая. Ты просила меня искать, говорит собака. Ты что? Ну, это была единственная моя задача весь вечер. А-ха-ха-ха. Говорит Лаки. Вы заглянули туда. Такие. Ч-ч-ч. А-а-а. Куда так упорно пытался прорыть тоннель пес? Ха. И увидели заветную застежку. Она у нее застегивается? Слушай, удобно. От джина защищаться самое то. Просто такая. Ж-ж-ж. Прости. Закрыто. И все. Даже он может носить сколько угодно свое странное молоко, которое мы почему-то пьем, находясь дома у маньяка, который пытается своим именем и деньгами замять дела по сбиванию маргинальных личностей в неблагополучных районах. Мы внезапно такие. О, отлично. Я в сексуальной пижаме, которую ты мне купил. Выпью неизвестную мне жидкость с голубоватым оттенком. Ты че? Ладно. Застежка для шокера. Чокера. Или шокера. Не важно. В принципе, какая разница уже? Ты ее нашел. А-ха. Говорит. Хороший мальчик. Три точки опять. Пишите текст, пожалуйста. Вы приделываете застежку к чокеру. Мы собрали чокер. Квест пройден. Теперь можно надеть. Большое спасибо за грамотное написание. Зачем надевать? Ты буквально пришла и после душа такая. Ура, я могу снять с тебя все эти побрякушки. Что же сделать? Что же сделать? Лаки, займись чокером. И, ну. Этот чокер мне подарила мама. О, сантименты начались. Сразу столько воспоминаний. То есть ты думаешь о ней перед сном? Ладно, хорошо. Как благодарить пса за находку? Продолжить. Почесать животик или угостить печенькой? Животик. Контактный. У нас очень контактное общение с собакой. Ты мой хороший. Он молчит. Ему плевать. Иди сюда. Буду тебя гладить. И берем утюг. Он уже раскаленный достаточно. Ох, собаке не повезло с нами. Аф, говорит собака, испугавшись горячего утюга. Пес словно понял ваше намерение. О, нет. Снова пытки. Из того дома. В этот дом. Над бедной собакой издеваются. Знаешь, надо было оставить у Майка. Несмотря на то, что он старался скинуть. Но ладно. Он подошел и плюхнулся обреченно на бок. Перевернулся на спину. И закрыл глаза. Он готов. Он готов умереть. Прощай, Лаки. Ты был хорошей собакой. Аха! Ах, говорит он почему-то. Вы погладили его по голове. Прощай. А теперь вечный сон, говорит Шурма. Вы идете в кровать. Лаки весело следует за вами. Мы решили его не пытать. Просто напугали. До усрачки. Чтобы он знал, с кем имеет дело. Вы засыпаете. Пес устраивается рядом. Вы, двое любовников, заканчиваете этот день. Что ждет нас в следующем? Когда вы открыли глаза, то удивились, что так светло. Вау! Погоди, погоди, погоди. То есть тебе уже примерно 3,5 тысячи лет. И ты все еще не знакома с тем, как работает вообще концепция смены суток в этом мире. Ладно. Окей. Мы проснулись все-таки. О, опять день. И вчера был день. И я вот ложусь спать. А темно. А просыпаюсь. А светло. Чего происходит? Ладно. Она удивилась, что светло. И такая. Кажется, я только что уснула. Но это не так работает. Ну, типа, значит, время прошло. Ладно. Но солнце бьющее в окно. И часы убедили вас обратно. Причем солнце, это ласково, мы так называем, нашего маньяка. Который же убьет в окно. Такой. Открывай, я буду тебя убивать. Что ж, видимо, лиспаться мне удастся в другой жизни. Видишь, она признает наличие других жизней у себя. Это суккуб. Это демон. И маньяк. Единственный акватный человек. Понимаешь? Маньяк, скорее всего, решил реабилитироваться. Начал играть. Ну, в кино. Он начал вести нормальную человеческую жизнь. Обрадовался. Что кажется, у него все может быть хорошо. Возможно, стоит позвонить маме. И сказать ей, что вас выписали из психушки. Что вы больше не безликий. Но он стал безликим, потому что видел больше, чем остальные люди. Он увидел нашу демониху. И у него щелкнуло в голове. Он увидел, что у него есть мачете. И такой, я должен завершить дело. Я должен избавить мир от этого зла. Поэтому в «Хорошие люди» мы записываем режиссера-наркомана. Единственного адекватного. И Маньяка Безликого. Единственные нормальные люди здесь. Ладно. Говорит Лаки. И тебе, дружок. Он посылает ее. Он проснулся, он хочет спать. И такой, отправляйся туда, куда солнце не светит. Знаешь, куда посылают только худших врагов. И она такая, и тебе того же, мразь. Вы быстро умываетесь и с залпом выпиваете кофе. Кипяток. Что еще раз говорит, что мы привыкли к высоким температурам Мы из ада Мы сделали кофе и сразу глотком выпиваем с залпом Ох, вообще дома не палятся Что же надеть? Хм, одежду Ладно, романтичные леггинсы Стильные леггинсы Платье, рубашка Нет, знаешь, я хочу стильные И стильные чокеру подходят Да, стильные леггинсы На работу Класс Вот это выглядит неплохо, кстати В дверях вы натыкаетесь на собаку Кстати, должное надо отдать Вот мы тут смеемся и все такое Наряды прикольные Наряды прикольные Я не знаю, кто рисовал Не знаю, кто автор Надеюсь, они не обижаются, что мы тут развлекаемся Это не личные нападки Очевидно, мы просто развлекаемся И доводим до абсурда ситуации Подобных рассказов Одежда нарисована хорошо В дверях вы натыкаетесь на собаку Рррр Кажется, Лаки не хочет оставаться один Он устал Что его не кормят уже который день Ладно Пойдем со мной Ты ведь теперь воспитанный Приносим мы ему нож Вот так к лицу Или нет, подожди Мы же демон У нас когти Мы такие Ты ведь теперь воспитанный Аф, говорит собака Очевидно, мы ее напугали Это мы на работу уже идем? Или что? Почему так не дадут? Ну ладно Черный экран Мы вырубаемся Мы телепортируемся Все-таки В автобусе вы встречаете Нуки Хай На работу? Ого Он услышал о сплетни Нет Мы ведь такая не сплетница Просто портим жизни А рассказы, которые идут после этого Нас не касаются Джессика поссорилась с Тарину Вау Надо же, как удобно получилось А Кристи собирается кому-то отомстить Ой, это про нас Ого Да, это я вот Бин, скажи Что произошло между Джесс и Дэвидом? Кому хочет отомстить Кристи? Ну кому она хочет отомстить Это понятно А вот что произошло между Джесс и Дэвидом? Это интересно Дэвид нагрубил Джессики Кажется, нет Там что-то связанное с ролью С какой? А то ты не знаешь Какую? Она Это что? Звезда Селеба Высшего уровня Которая по подработкам шляется И в трех или пяти фильмах Снимается сразу Слушай, у нас не очень умная героиня Вот мы снимаемся так В этом фильме Знаем, что Джессика тоже сейчас снимается В этом фильме Мы видим, что у них было недопонимание И мы занимаем место Джессики на время А потом говорят, что у Джессики есть проблемы с ролью И мы такие искренне С какой ролью? Как это? Да не знаю я Наверное, в городе грез Автобус подъехал к тот Пикчерс Да опять Ты чего зависла? Пойдем В это время мы просто реально зависли Такие У нас соединение с адом потеряно И мы такие Просто застряли У нас сегодня Шегги так застрял Зашел в дом на участок Шел-шел и остановился такой И стоял Просто вот так стоял И его немного Ну, завис Перезагружал систему Ну ладно Ага Говори мы Вау Ладно Надо было меня как-то Ну А похвалить за историю Ну хотя бы вы похвалите за историю Шегги А то что это Кстати, большое спасибо за огромную поддержку Несмотря на то, что Понятное дело Клуб Романтики сейчас Не главное прохождение на канале Их будет только больше Не переживайте У меня уже есть Шорт-лист Того, что я буду проходить Кстати, не предлагайте Пожалуйста Незаконченной истории Та же самая бездушная Я очень жду Когда смогу ее пройти Но пока она не завершена Я не буду к ней приступать Потому что Не хочу останавливаться На середине Так вот Большое вам спасибо За поддержку Потому что Этот отклик Господи боже мой То есть Несмотря на то, что Серии набирают Скажем В 5 Там В 7 Может В 10 раз Даже иногда меньше Количество комментариев И просто Соотношение лайков К просмотрам Вам очень нравится Тем, кто все-таки решился Большое спасибо И новеньким Которые активничают И стареньким Которые Ну Поддерживают Другие игры Которые открыты К другим играм А не зациклены На одной Большое вам спасибо Благодаря вам Это все и будет Дальше развиваться Я все это буду проходить Я вижу как вам нравится Мне нравится Я считаю это мэч Так вот Слова Бин Подпортили вам настроение В смысле подпортили Что с тобой Так роль может быть наша Она очень глупая Ну ладно Уж не из-за Кристи Ты расстроилась Какая уж Кристи Какая Кристи Мы говорили про другую женщину Вообще Нет Просто задумалась Ну ладно Мне плевать Тогда я пойду С наступающим И тебя Задумчиво говорим Мучимая Неприятным предчувствием Ты вошла В тот Пикчерс Ох Что нас ждет Лаки Веди себя прилично Мы будем Разведывать ситуацию Аха Аха Говорит собака Я прилично Аха Главное Не жуй провода Уррр Сказала собака Которая планировала Есть провода На площадке пусто Вы прошлись Поискали людей И услышали всхлипы Мы снова В мире мертвых Мы в аду Ладно Так вот Джессика Ну ничего не делает У нее три точки Она просто такая Лаки такая Ау Э Ау Джессика Джесс Что с тобой Дэвид Он Снял меня с роли Что Ау Говорит Лаки Сказал что я Недостаточно яркая Одна из самых горячих Женщин Голливуда Недостаточно яркая Ты решил взять Демона вместо нее Бред какой-то Да, это причем мои слова были Это не даже линия диалога Просто так совпало Если бы и девушка разрыдалась Говорит Ева Мендес Вы подошли и обняли ее Ну не плачь Я столько вложила в эту роль Я даже петь научилась Подхватывает лаги Мы внезапно волчью стаю организовали здесь Слезы застилают глаза Джессики Джесс Открывается дверь И на площадку входит Кристи Просто такая мразь Джесс, я принесла воды Мы в это время просто типа Мразь Ты, что ты здесь делаешь? Говорит лаги Зашла поддержать Джессику После всего, что ты сделала Из-за тебя она потеряла роль Неужели голос разума просыпается в Кристи? Может зря мы ломали ей руку в тот момент? Ну ладно, хорошо вторую не сломали Что ты несешь? Говорит шаурма С отрицательным IQ Потому что Я не знаю, как можно в этот момент не понимать этого Ну ладно Теперь ты играешь мию в городе слез Фильм тоже переименовали Что? Говорит Ева Мендес Я сама слышала Ты врешь? Иди спроси у Дэвида Шаурма А если это правда? Я откажусь от... Нет, в смысле откажусь от... Черт, шут Да я не знаю Надо подумать Ну я скажу Помните? Мы же эгоцентричная, наглая Поэтому мы такие Это моя работа Буду играть Прости, Джесс Я же говорила Говорит Кристи Она успешная И будет богатой И у нее куча парней Получила А, погодите Это что-то не очень обидно звучит Она тебя предала Продолжает Джессика Нет, не думаю Шаурма такая Погоди Кто из нас супер тупой Шаурма мне помогала А, да, точно Вот зачем следовало ей помочь Если бы мы не помогли А просто остались в стороне Ну понимаете Нам и просто Она сказала Ну да, вообще В принципе Ты конченая тварь Нас двое Она одна Собака маленькая Ее зарежем первой Ее забьем ногами План План Ударили по рукам И начинают месить Просто в три руки Нашу бедную Демоницу Подсказывала Во время съемок Чтобы показать Какая ты неумеха Кристи Как ты Вообще Живешь Ну В надежде Убить ее Говорим мы С такой-то Верой в людей Ну Я бы сказал Честно говоря Что Ну это на опыте Мы сломали ей руку Обливали ее Кипятком На улице В жару Что как бы Не самое приятное Время Препровождения Поэтому Она просто говорит По опыту Это не вера Это Экспириенс Я Нормально А вот Что будешь делать Ты Когда я скажу Дэвиду Что это Ты его сдала Журналистке А он все еще не знает Прикольно Не свей Нифига себе Я чуть голос не сорвал Кэт мой был не готов Надо еще размяться Что ты сделаешь И девушка направилась К выходу Я прямо сейчас Ему скажу И тебе не сверят Никакой роли Стой Говорит Лаки Кристи Нееет Вы подвигаете К двери Захлопываете И прислоняетесь К ней спиной Открой Сначала Узбагозе Мемы 2011 года Ха-ха Кристи Только сернееза Разозлилась Она попыталась Вас обойти Но мы то уже Преградили дверь Правильно Мы же закрыли ее Там обходи Не обходи Эта дверь Ну ладно Но вы преградили Девушке путь Я все равно Ему скажу Девочки Перестаньте У вас же есть телефоны Позвони ему Ха-ха-ха Но от злости Кристи ничего не слышит Она оглохла На самом деле Мы ее оглушили Она хватает вас За руку Пытается отпихнуть И тут слышится Грозный рык Это мы Превращаемся В демона А показывая Свое обличие Говорит Лаки Псу явно не нравится Как обращаются С его собакой Убери эту чертову собаку А вот насчет Чертовой собаки Ты права Лаки отойди Нет Лаки Держи ее Ха-ха-ха Фас Лаки Да Говорит демонический пес И мы начинаем Есть Кристи Пес кидается на Кристи Он подпрыгивает И кусает девушку за руку Кыш Прочь Рвем мы на мясо ее Пес замер Злобно глядя на соперницу Кристи снова кидается к выходу Вы мешаете Он вцепля Она вцепляется В вас когтями Такая Аааа Говорим мы Аааа Говорит она Я не знаю почему Текст не пишут Приходится импровизировать На секунду Девушка ослабляет Хватку И вы отталкиваете ее В сторону Она падает Бьется головой И мы такие О черт Я Ну Что теперь делать Куда девать труп Ева Мы с тобой на одной стороне Я тебе помогала Теперь твоя очередь Помочь мне Что делать с телом Ааа Сучка Кристи схватила Бобину киноленты И замахнулась Сделать выпад Пригнуться Мы такие Хочу Класс Потому что Сделать Не нужно было идти в нападение Наверное У меня не было времени подумать Вы нагибаетесь И избежав удара От тебя одни проблемы Говорит правду Кристи И это говоришь Ты Почему то делаем Это мы Кристи Вновь замахнулась О Снова Мне нравится эта игра Вы увернулись А подожди Я думал сейчас будет Типа Ухлонитесь Атакуйте Никто ничего не говорит Когда девушка Опять попыталась Вас ударить Лаки не выдержал И вцепился Ей в ногу Ай-яй-яй-яй-яй-яй Рарф Пытается хотя бы От этой женщины Получить кофе Ведь Лаки видел Наверняка видел Он Ну Следит за нами И с биноклем Ходит постоянно Он видел Что у нее есть Какой-то кофе И он просит Типа Раф Я отпущу тебя За один Лавандовый Раф Пожалуйста Лаки Нет Не будь Так легко Купим Вы пытаетесь Оттащить собаку И тут вам На голову Падает бобина Уууу Мы молчим Ах Так Вы хватаете Кристи за волосы Она вырывается Как сумасшедшая Волосы выскальзывают Из ваших рук Очень жирные Она не мылась Две недели Кристи отлетает И ударяется О стеллаж Вот теперь Она точно умрет Когда кто-нибудь умрет Они смотрят Просто вот так Она точно У пола умерла Что? Почему все молчат? Кристи Ты как? Давай помогу Будет хуже Если сумнешься еще Я умею за себя постоять Посмотрим Что на это скажет Полиция Ладно Мы Молчим Я заявлю От тебя И твоего пса И потребую Чтобы его усыпили Говорит Лаки Ну Стараясь Не возвращаться Обратно В мир мертвых Потому что он Беженый Сердце неприятно Ёхнуло Сзади Проросла Джессика И начинает Нас душить Драка Два на два Шаурма Тебе лучше уйти Ни разу Мне кажется В жизни Никто не произносил Эту фразу Все наоборот Такие О шаурма А она не шутит В растерянности Вы решаете послушать Джессику И уйти Отлично снялись сегодня Прекрасно И куда теперь Ор Говорит собака Не успеваете вы перевести дух Как слышите знакомый голос Шаурма Что у тебя на голове? притворяемся мы отсталый сценический образ чего только не придумают опять мы молчим а перерыв у тебя будет да я уже закончила тогда поднимись на крышу давай спрыгнем у нас там небольшой между собой чик перед праздниками хорошо сэр только приведу себя в порядок не не подожди ты не главное блюдо на этом празднике это не мэмди пайпер перри сидит перед пятью черными парнями не спрашивайте откуда знаю что это пайпер перри но тут тебе не обязательно приводить себя в порядок там какой-то праздник ты все равно через полчаса наверняка будешь в том же виде поэтому альберт уходит а вы торопитесь в гримёрку из-за этой ленты у меня вся прическа испортилась а ну а полиции переживать не стоит конечно каре с косичкой у вот это выглядит офигенно неполное плетение выглядит вот это как будто наоборот тряпка волосы в колоске не каре с косичкой выглядит офигенно просто отлично это мы берем спасибо за бесконечные алмазовые уроки ссылка в описании потому что вот так я бы хотел чтобы она выглядела ну вот другое дело очень круто говорит собака которая привыкла видеть нас иначе вы взглянули в зеркало еще раз поняли почему собака над нами смеется и поднялись на крышу и что это у них за между собой щек мы еще не догадываемся что сейчас нас разделят на пятерых кстати знаете что общего между нет ладно привет шаурма говорит томас томас же у нас сильный ладно я все-таки скажу эту шутку короче томас такой да я могу справиться с пятью парнями сразу элен да я могу справиться с пятью парнями сразу привет шаурма привет что здесь происходит директор подводит итоги года шаурма ты появилась здесь недавно принесла одни проблемы и непонятно как вообще сюда попала я не знаю зачем даю тебе эту протекцию пожалуй мы тебя убьем но сначала конечно изнасилование так гораздо лучше чего что простите прическа у тебя красивые волосы и они тебе идут больше киноленты спасибо большое вы такой смешной берите вас еще на роли главное подлезать директор киностудии пойдем у меня для тебя сюрприз альберт берет вас под руку и выводит на середину о я видел такое да 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 сейчас она сярит на середину потом знаешь стаканчик вот этот вот дают в который потом типа вот этот счетчик типа там 40 50 жестко сейчас вот это будет друзья минутку внимание о все затихли до сто процентов будет именно она раз уж мы говорим о наших успехах то вот наш приз я хочу представить вам юную актрису да он представляет приз компании все молчат стесняются наверное и хоть девушка еще очень неопытно поверьте 50 загрузок она потянет она проявила себя как подающие надежды актриса экшена потому что у нас путь приключений потому что мы отбиты раздались аплодисменты спасибо и чтобы не быть голословным я дарю тебе эту статуэтку что за статуэтка пожалуйста вы получили приз так и собрали больше всего очков приключения вау это пистолет надеюсь он работает что вы не стоило не скромничай статуэтка будет храниться у вас дома специальной коллекции не отказывайся говорит альберт угрожающе пусть она станет первой в череде твоих наград а ты наша награда вам одновременно неловко и приятно о это похоже на женщину вокруг которой стоит пять парней шаурма скажи что-нибудь меня возбуждает меня возбуждает когда девушка говорит и мы просто таки ничего не говорим специально например речь что же сказать серьезную речь или шутливую речь давай блин вообще больше наверное шутки заводят типа когда ладно окей короче тогда серьезную наверно нельзя возбуждаться серьезную речь до друзья поп или грудь вот то есть я польщина поп или грудь я за попу просто этот подарок для меня важнее всего на свете все молчат зачем нам вообще показывают реакцию других людей если там отсутствие реакции потому что все чего я хочу это играть достает машинки и такая а кино мне ваши хрен не собралась боба боба ладно она хочет играть и собака такая а не сомневаюсь шарма у тебя большое будущее вы осматриваете собравшихся примерно примеряем потянем не потянем и он такие сделать что нужно и у тебя будет большое будущее директор киностудии все-таки и видите как открывается дверь на крышу входит кристи а за ней полицейский ну вот она это конец истории ну ладно скорее всего было так что полицейский немного опаздывал и не мог найти дорогу на крышу поэтому кристи помогает она такая пойдемте пойдемте вот она что ж я однозначно оцениваю это на 5 звезд надеюсь вам тоже эта серия понравилась вот так выглядят наши статы к ее окончанию огромное спасибо людям которые поддерживают канал больше всего и можете ли вы себе представить завтра последняя серия это конец сезона что-то у нас как там было да класс ладно я в телеге ссылка на телегу в описании сыграю подписывайтесь пока